И всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня с вами Крафт Мастер. Я всё-таки осилил покупку первой своей в жизни видеокамеры и даже это у меня получилось всё через жопу. Да. Встречайте! Samsung VB40. Вот он, VB40. И как производитель уверял, он на целых 20, мать вашу, и 2 мегапикселя. В принципе, я как думал, то что изображение будет просто идеальным и объём таким же. Даже больше того, что я запечатлел. Он на 26 зума, на 26. 26-ти кратный зум. И также есть вспышка, только она через кнопочку организовывается. то есть нажал, открылся. При покупке у него сразу же стояло 4 батарейки. Как бы у меня с собой было 4 аккумулятора вот таких же. Но продавец сделал мне подарок и подарил вот 4 вот таких алкалайновские батарейки. Давайте их ставим обратно. плюс, плюс, минус с минусом. Самое главное для меня было это вот это вот отверстие под крепление на штатив. давайте все-таки затестим это чудо-юдо в действии. Нажимаем на кнопку. Он выдвинулся. Как бы в принципе нормальный 26-ти кратный как по мне казалось фотоаппарат. но если это стандартный стандартное выдвижение то что будет если его включить с крышкой объектива ну скажем по уважительной причине если забыл снять. Давайте его обратно выключим. Он выдвинулся. Закрываем. Все. Нажимаем на кнопку. Так. Все. И он показывает снимите крышку объектива и включите питание. включите питание. И показывает. Ладно. Мы снимаем. Так. Дальше запускаем. А. Включился. Включаем. Все. Не понял. Ладно. он запустился. И что мы видим. В принципе 2.2 дюйма диагонали дисплея. И в принципе как по мне это казалось идеально. Настройки в принципе вот такое колесико всяких функций. и даже видео есть. Режим видеозаписи. То есть можно здесь в настройки нажать. Также есть что это раздельный снимок волшебная рамка фото мультфильм фотофильм кинофиль фоторедактор фоторедактор о кстати что это такое чё. А! Не понял. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Я не что-то как-то я не затестил этого. Я помню что у меня как-то первое видео выходило там. да я вот он. Давайте его заново запустим. Да я это снимаю через свой телефон. Да потому что ну всё он запустился он без авто откроем вот эти все так я помню какое-то видео. Да нормально. И здесь от продавца походу несколько фотографий было предъявлено. От Самсунга тоже. Ух ты Самсунг это походу в Европе было сделано. Как то за ходи а он перевернут видео не знаю заходи объектив убрался да чё у нас ещё там было да ну здесь уже было всё остальное ну ка чё у него у него есть какой-нибудь ну ладно имеет 26 кратный зум причём нормальный так звук у него здесь также есть макро звукозапись звук здесь вполне хороший как я затестил его давайте я даже здесь запишу то есть микрофон у него вот он то есть и давайте ну в принципе я уже всё сказал всё что можно и а кончилась память давайте проверим через что у него получается через вот такой микрофон ну да но я даже того не предпочитал что если его открыть на телефоне то мы увидим вот ту же картину что он и показывает на дисплее давайте его обратно поставим на видеозапись и давайте я вам продемонстрирую то через что он прошёл давайте я для начала только его смерю с размерами никона то есть вот самсунг а вот он никон ну скажем так то есть размер у них ну разница есть небольшая но есть ну как небольшая большая разница и причём мне как-то больше нравится никон хоть и на нём записи нету то что хоть это и зеркальный фотоаппарат он предназначен именно для фотографий и к сожалению первый блин конечно же оказался комом давайте у него заново проверим матрицу может быть что-нибудь у него ну да зелёная как обычная зелёная матрица да вот он он я всё видится давайте её обратно выключим и давайте поставим обратно объектив так надо нормально всё и давайте может быть сравним снимки сначала с вот этой он как уверял продавец вот этого есть макро я не знаю если оно там действительно или нет макро есть действительно что ж давайте его затестим фотофильтр миниатюра ну короче давайте попробуем с вот этой так что давайте затестим то что самое обычное это будет ну как бы как по мне самым лучшим будет результат от никона хоть у него 6 мегапиксельная матрица но он однократно побеждает чем вот это вот говно придется его перепродавать а может быть и не придется потому что я его в дневное время суток и не замерял и пока что может быть и оставим а может быть и нет так я не знаю что еще здесь можно добавить вы только вот посмотрите на вот не знаю на вот это вот ужасное изображение которое которое даже врагу не можешь пожалеть насколько это насколько это вот я не знаю насколько это можно еще назвать потому как у меня просто нету больше слов поэтому поэтому не знаю здесь я уже решил выйти но уже как бы давайте его затестим в полной мере мощности вот этого всего изображения на 26 на 26 кратном увеличении и я не знаю как это еще можно назвать дисплей вроде бы показывает нормальное изображение а вот то что вы сейчас видите это просто чисто полная скажем так жопа поэтому если вы собираетесь брать фотоаппараты от марки samsung лучше не берите их лучше берите либо канон или никон потому что вы сами все видели хоть и у него и замечательный динамик но для съемок он грубо говоря говно